И всем привет дорогие друзья, с вами я Клэшдом и в этом видео мы поговорим о леяных колдунах. Стоит ли их тренировать, подходят ли они для фарма, что это и с чем-то едят, собственно, да? Ну, не буду вас долго задерживать, приятного просмотра. Ну что ж, погнали. Вот ледяные колдуны, урон в секунду 72, здоровье 108, стоимость эликсира 1140, ну, такое же довольно дорогое удовольствие, как и обычные колдуны, и скорость тренировки 40 секунд. Весь прикол этих колдунов в том, что они именно атакуют защиту, а только потом, уже когда защита все сломана, они атакуют другие здания. Ну, по сути, это те же самые великаны, которые сначала защиту атакуют, а потом все что угодно, собственно, только довольно сильные. Ну что, переходим к тренировке этих ледяных колдунов. Сейчас какой-нибудь микс замучу из ледяных колдунов и гоблинов, наверное, не знаю. Ну что ж, наша армия готова. 8 великанов, 6 ледяных колдунов, 15 гоблинов и 4 хилки. Ну, и еще два заклинания молнии и один хилк. Ну, вполне нормально, можно нападать. Я хотел сказать это в начале видео, но скажу сейчас, что все эти фрагменты были записаны давно, и я их озвучиваю с первого дубля. Я это говорю для того, чтобы вы потом не жаловались на то, что я как-то плохо говорю, ну, с дикцией что-то не так. Потому что, ну, довольно сложно записывать голос, когда видео уже есть без голоса, и надо фоном как-то это записывать. Но это, ребята, очень сложно. Во-первых, это сложно, потому что я не знаю, какие моменты где, потому что я это, ну, довольно давно снимал. Еще с первого дня, когда вышли ледяные колдуны. И, собственно, я постоянно перематываю видео, чтобы знать, когда что говорить. Ну, а вторая причина, это то, что, как бы, ну, довольно сложно это, во-первых, делать. Ну, и, во-вторых, я стараюсь это с первого дубля, как бы, делать. А, ну, это сложно довольно. То есть, надо постоянно придумывать что-то новое, чтобы не повторяться. Так, ну, в общем, я вас ввел в курс дела, не будем долго зацикливаться на этом. И приступим, собственно, на пакет. Нашел я, значит, вот такую вот базу и решил по фану ее снести. Она, конечно, не закачанная, резок немного, но просто кубков можно поднять, да и, собственно, посмотреть, как работают в деле колдуны. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, трюшка есть, отлично. Плюс 15 кубков, 11 тысяч эликсира и 5 тысяч золота. Ну, собственно, войско туда было столько выгнано, что, мне кажется, это вообще не было. Кстати говоря, задание, которое я сейчас на видео показываю, я уже давно выполнил. Тем более, у меня уже седьмая ТХ, довольно закачанная с королевым варваров. Скоро ждите и по ней видео. Ну, так, а вот это видео уже снято довольно недавно. У меня тут уже седьмая ТХ. И, собственно, сейчас я заготовлю армию из довольно большого количества ледяных колдунов. И мы проверим, можно ли ими все-таки фармить или нет. Ну, что ж, нашел я такого богатого чувачка, у которого 230 тысяч эликсира и почти 100 тысяч золота. И сейчас мы будем его пытаться сносить. Продолжение следует... Ну, вот трешка есть. И этим мы можем доказать, что ледяные колдуны могут фармить. Потому что мы нафармили больше 200 тысяч эликсира. И мы очень даже окупили. Сейчас вы можете увидеть, сколько было затрачено на эту армию. И я думаю, это, ну, довольно большой окуп. Всем до свидания. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Ну, вы знаете. С вами был Клэшдом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok